В своей презентации директор Сочинского института наглядно продемонстрировала ректору уровень работы вуза. Достижения в том числе в научно-исследовательской работе, студенческом самоуправлении, волонтёрстве и международных образовательных проектах самого высокого уровня. Рассказала Надежда Козлова и о стратегических направлениях развития РУДН в Сочи. И здесь акцент был сделан на системе непрерывного образования, взаимосвязи среднего профессионального образования, высшего и дополнительного образования. Интерактивность, мобильность образовательного процесса позволила нам достичь этого направления. Если говорить о стратегии, то Владимир Михайлович правильно отметил, что сейчас университет несколько изменил свою стратегию. Она доступна, она понятна, она лаконична. Владимир Филиппов, ректор РУДН, поддерживает филиал в деле продвижения среднего профессионального образования. Отмечая, что вместе с дипломом выпускники должны уносить и отличные навыки. Сегодня в век информационных технологий наряду со знаниями важны умения. Да, мы в университете делаем то, что нужно всему миру. 155 стран мира. И мы готовим по их компетенциям. А то, что делает Сочинский институт, он делает для, в первую очередь, региона. А значит, для трудоустройства этих ребят, для их хорошей карьеры. И мы, естественно, университет заинтересованы, чтобы это качество было хорошее. Мы обязательно будем поддерживать его проектами, средствами. Свои проекты студенты, обучающиеся в Сочинском институте РУДН по программам среднего профобразования, презентовали ректору уже сегодня. С этими работами ребята участвовали в региональном чемпионате молодые профессионалы WorldSkills Russia. Это движение объединяет будущих и начинающих представителей рабочих профессий из 72 стран. Студенты Сочинского института РУДН в числе сильнейших. Имфилиппов пожелал и дальше повышать престиж своего вуза. Ну а молодежи, которые сегодня участвуют в российском инвестфоруме, ректор Российского университета дружбы народов прочитал лекции по проблемам высшего и международного образования. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.